Всем здравствуйте! И мы продолжаем с Викторией Шелегиной, нашим миграционным адвокатом, серию вопросов-ответов и, соответственно, серию именно рассказа о том, какие бывают бизнес-визы касательно бизнес-иммиграции в США. И сегодня, насколько я поняла, мы с вами выбрали, с Викторией выбрали тему L1, визы L1, правильно? Да, добрый день! Да, всем еще раз привет! Кстати, у нас, кроме L1, произошло еще кое-что. У нас вчера у Виктории был день рождения, с чем мы ее искренне поздравляем, желаем ей успехов в ее труде, занятии, начинанию, продолжении и так далее. Крепкого здоровья, конечно же, поздравляем! Большое спасибо! Как, кстати, красивый букет, букет именно в честь этого и стоит здесь. Так, ну, в принципе, L1 виза, что это такое? Начнем сразу, в принципе, с главного вопроса. Вкратце, что это за виза? Каратейка, да. L1 виза, это одна из бизнес-иммиграционных виз. Виза дается менеджерам, руководителям, я бы сказала, да, руководителям, либо специалистам, обладающим уникальными способностями. Для того, чтобы получить эту визу, необходимо соответствовать ряду, скажем так, требований, да. Первое требование основное. Необходимо доказать, доказать, что наш кандидат, наш иммигрант, специалист, либо руководитель в последние три года, хотя бы 12 месяцев, как минимум 12 месяцев работал на иностранную компанию, не американскую компанию, которая будет выступать инвестором, да, спонсором американской компании. И вот эта неамериканская компания, иностранная компания, она должна командировать, направить этого специалиста, либо руководителя в свою, в свой американский, скажем так, офис, дочку, да, офис, то есть любую афферированную компанию, для того, чтобы, собственно, выполнять какие-то там функции, да, профессиональные. То есть работать, это означает, это может быть офис иностранной компании, на которой будет работать, потому что находится в любой стране мира, и потом эта компания иностранная спонсирует, направляет в свою дочернюю компанию, которая находится уже в этой стране конкретно, в данном случае США, я правильно понимаю, да? Окей. Да, это верно. Что, какие самые главные критерии именно, я бы сказала, для L1? Кто вот сейчас, кто смотрит нас, может понять, что это для них? Ну, прежде всего, да, как я уже сказала, вы должны, как минимум, 12 месяцев, как минимум один год из последних трех, работать для иностранной компании, которая будет, которая аффилирована с американской компанией. Работать вы должны, соответственно, в руководящей должности. Так. Если мы говорим о визе L1A. То есть есть разновидности визы? Есть L1, который подразделяется на сколько разновидностей? На две. На две. L1A и L1B. И разница? Разница L1A – это виза для руководителей, а L1B – это виза для, скажем так, специалистов, которые обладают какими-то способностями, да, профессиональными навыками. То есть это уникальный сотрудник какой-то? Ну, да, уникальный, да. Что такое там? То есть какие-то, да. Можно привести пример? L1A и L1B? L1A – да, это любой экзекутив, то есть это любой… Руководящий состав. Да, руководящий состав, генеральный директор, я не знаю, директор по маркетингу или просто ключевой сотрудник, ведущий сотрудник. То есть, может быть, это, например, компания Coca-Cola имеет завод в России, в Белоруссии, я знаю, есть завод, наверное, в Украине есть, я не знаю, есть завод. Наверное, везде он этот есть завод. И, допустим, я вот работаю, не знаю, каким-то там управляющим менеджером на этом заводе. То есть я могу претендовать на визу L1A. Верно, да. Но Coca-Cola-то отдельные, да, все эти крупные корпорации. Я это привела просто как примеры уностранной компании, да. Это уже легкие, да. Они идут, скажем так, вниз списка по отдельной категории, там все несколько легче, да, если можно сказать. Я могу привести другой пример. Хорошо. Пример такой из жизни, из жизни, так, рядовых граждан, рядовых бизнесов не Coca-Cola. Компания, то есть один из моих клиентов, у него была и есть компания по недвижимости за рубежом. И, собственно, он открыл здесь новую компанию, которая занимается тоже недвижимостью. Да. И в этой компании, учитывая, что это его, он стопроцентный собственник этой компании, понятно, что он там был президент. Своей компании. Своей компании, да. И сюда он приехал. То есть это виза L1A. Он руководителем был, да. Нам было достаточно просто доказать, что он был руководителем, потому что, собственно, выше него никого больше не было, а ниже него там состояла такая хорошая иерархия, градация подчиненности. Собственно, да. И сюда он приехал, опять же, для того, чтобы занимать руководящую должность, потому что сюда в новой компании дочки он себе назначил тоже президента. Окей. И выстроил соответствующую структуру, да. То есть, а где момент иностранной компании здесь? Иностранная компания. То есть мы сейчас говорим, например, о Южной Африке. Тот мой клиент был из Южной Африки. То есть сейчас иностранная компания Южной Африки? Южная Африка. Она до сих пор продолжает быть инвестором компании, здесь уже американская компания. Да, американская компания. Видите, немножко я запуталась чуть-чуть, но Вика это разъяснила. Какие-то есть ограничения? Для ограничения… Вообще какие-то ограничения есть? Может быть, что-то нужно учитывать? Нет, ну квот нет, да, уже хорошие. Квот никаких нет. Учитывать, безусловно, один из таких скользких моментов, я бы сказала, доказать, что, как бы, казалось бы, очевидно, это руководитель. Ну вот, президент, почему бы не руководитель? Или директор, там, по маркетингу. Или финансовый директор. Это же руководитель, потому что он директор. В общем, не все так просто. Одной должности, которую Вас называют руководителем, недостаточно безусловно. Необходимо доказать, доказать, очевидно, да, иммиграционной службе, что Вы являетесь руководителем. Как это можно доказать? Как я вот уже упоминала, то есть это можно доказать многоступенчатой, скажем так, иерархии, иерархии в компании, кадровой иерархии, да? То есть Вы не являетесь менеджером первого звена, который стоит президент, да, например, и он управляет всеми остальными работниками. Тут тебе и бухгалтер, тут тебе и уборщик, и тут тебе секретарь и все остальные. Понятно. То есть, нет, тогда в общем будет достаточно проблематично подтвердить. Но если это есть, например, есть директор, есть там. Заместитель директора. Заместитель директора еще, есть какой-нибудь там, бухгалтер еще. У бухгалтера, соответственно, там три помощника, да. То есть такая вот многоступенчатая иерархия. Треугольничек. Ну, треугольничек, да, то есть разные. Пирамидка. Да, пирамидка, как угодно. В этом смысле, в общем, да, гораздо больше шансов, да, это вполне обоснованно мы можем подтвердить, что да, наш человек является... Хорошим кандидатом на эту визу. Да, что он руководитель, он на самом деле руководитель, а не просто вот там один из трех работников. Учредители компании, которые имеются три вида в одном лице. Понятно. Что касается, да, если я так уже закончу, то что касается визы 1-1B, это вот для работы здесь, да. То есть этот пример, например, как пример, в Америке есть такая сеть бразильских ресторанов, которые режут мясо, ну, в том числе, их много, их много, да, ну, это вот таких несколько сетей, да. Я там была позавчера, праздновала одно событие. Которые там уникальным способом готовят мясо, уникальным способом его режут, сервируют, ну, в общем, это такая вот замечательная, да. Я не такой поклонник, как Алена, оно тоже бывало. Я мясоед, не скрываю. Да, так вот, одно время они очень таким массовым потоком подобные рестораны завозили себе вот этих вот людей, которые режут это все по этой визе, потому что это на самом деле такая уникальная способность, да. Национальный вид подачи мяса. Да, для того, чтобы обучить, скажем так, американских коллег, как это все делать. Но для этой визы, вот, тут есть ограничения, да, необходимо пройти многоступенчатый процесс трудовой сертификации, так скажем. То есть, грубо говоря, есть так вот совсем очень грубо и упрощенно на пальцах, необходимо доказать, что в Америке, Америка испытывает недостаток в подобных специалистах, то есть некому поделиться опытом. Больше некому. Да, да. То есть должен быть действительно уникальный сотрудник, который привезет какие-то свои знания, опыт, экспертизу и научит местных, здешних людей, американцев, этому бизнесу или этой специальности, да? Да, верно. Также сюда могут подходить, я так понимаю, у нас очень большинство людей едет, как это связано с компьютерами, то есть вот наши программисты, это к этому относится или нет, или я ухожу в другую сторону? Это, наверное, несколько другая сторона, то опять же, depends, да, это все зависит от... То есть может быть, он какой-то уникальный человек, который разбирается в какой-то уникальной программе, только он может обучить всех остальных визов. Да, да. То есть это нужно... Просто просматривать индивидуально этот момент. А по L1 визе, когда мы говорим об этой визе, это считается иммиграционная или не иммиграционная виза? Это виза с двойными намерениями. Так. То есть виза с двойными намерениями, что это означает? А это означает, что, в общем, у вас может быть... Она не исключает ваших иммиграционных намерений, вот, скажем так. Не исключает. Да. Но вообще, это не иммиграционная виза, как бы, в том смысле, что она... Вот сама она, сама эта виза не дает вам права ходатайствовать о грин-карте. Вы можете ходатайствовать о грин-карте, если вы, соответственно, вы можете через визу, подавая петицию на визу EB1C. То есть это уже EB1C? Это что-то похожее на L1 или это продолжение L1? Нет. На EB1C вы можете подавать даже... И без. ...минуя, да, L1A, да, на самом деле. Можно миновать. Но, как правило, в общем, люди пытаются попробовать воду, да, посмотреть, что и как, потому что, как вы понимаете, если вдруг отказывают в иммиграционной визе, у людей закрываются... Все шансы. Все шансы на не иммиграционные визы, которые, в общем, достаточно не очень хорошо. То есть с L1 это, наверное, самый правильный способ начать, как ты говоришь всегда, пробовать воду в США, а потом уже можно, если все получается, и иммиграционные службы видят, что вы действительно хорошая компания, которая помогает расти экономике нашей страны. Ну, безусловно. А, соответственно, дальше уже можно подавать на EB1C. Да, верно. Поняла. А L1, она дает возможность не просто сотруднику, руководителю, кто подает главный... Главный кто? Подавальщик? Ну, по-английски это не заезжая принципа. Главный заявитель, скажем так. Главный заявитель. Привезти свою семью, своих детей? Да, да. Ну, супругов, понятно, да, они привозятся, безусловно, и дети до 21 года тоже, они вот приезжают сюда. То есть они, супруги, получают также здесь разрешение на работу? Один из нечастых, скажем, случаев в бизнес-иммиграции, когда супруги на неиммиграционных визах, да, имеют право работать, что очень хорошо, да, именно супруги. Дети такого права не получают, дети могут учиться, а супруга может не только учиться, еще и работать и... И работать не обязательно на компанию своего супруга, а это может быть абсолютно разная профессия, чем она занимается или он занимается. В этом смысле у супруг, наверное, право несколько больше, чем у заявителя, потому что заявитель ограничен именно вот этой компанией-спонсором, а супруга может работать в нем, где позволяют... Очень интересно. Ну, то есть это хорошо знать об этом, да, то есть так что заявители, пожалуйста, добро добро пожаловать с супругами, потому что у них есть возможность тоже себя раскрыть здесь, и, возможно, найти какие-то свои экстра уникальные возможности. Да, все верно. То есть, получается, виза L1, насколько ее дают в самом начале, то есть когда мы подаем на визу L1, насколько ее дают, на сколько лет? Ну, тут, скажем так, зависит от компании материнской. Если это компания, ой, материнская, наоборот, дочерняя компания, дочерняя компания, если она уже была здесь, какое-то время работала здесь компания, то дают визу на два года. Если мы открываем новый офис, то сначала дают на один год. Есть возможность продления после года? Безусловно, через год, да, мы показываем, что компания живая, то есть не рога и копыта, а такая абсолютно нормальная компания, которая ведет деятельность, тогда продлевают дальше, соответственно, еще на год. И сколько раз я могу продлевать? Два раза можно продлить по два года. Два раза по два года можно продлить визу. То есть, грубо говоря, для нового офиса это где-то вот лет пять получается, можно на этой визе находиться. Находиться пять лет, развивать свой бизнес и дальше, показав свои серьезные намерения в своей компании, соответственно, подавать уже на миграционный виз. Ну, можно раньше подавать, да, то есть не обязательно все эти пять лет, действительно, на L1 визе. Ну, в зависимости от того, какие обстоятельства конкретного заявителя. Да, да. Ну и, наверное, такой очень немаловажный вопрос. Сколько денег нужно привезти в эту страну, чтобы подать на эту визу? Это самый главный вопрос, это самый часто задаваемый вопрос. А, смотрите, законодательно минимум не определен. Это хорошая новость. Минимум нет, хорошо. Минимум нет, да, но максимум понятно тоже. Да. Чем больше, тем лучше, я могу сказать. Из практики, я могу сказать, что это зависит от бизнеса, но 100 тысяч – это самый-самый минимум, при условии, что у нас там замечательный бизнес-план, я бы сказала, от 150. От 150 тысяч было бы неплохо. Да, да. У меня недавно был такой интересный вопрос, который я получила от общения с одним предпринимателем из Германии. У него там есть небольшой мотель, и вот он пришел ко мне по рекомендации. И у него были больше вопросы о недвижимости, опять же, создать небольшой гостиничный бизнес, может быть, не какой-то небольшой мотель, совершенно небольшой, маленький. И стояло у него так, предложение было поставлено, что я вот уже давно общаюсь с миграционным адвокатом, то есть я знаю все об этом, я все об этом слышал, знаю и так далее. Я знаю, как составить мой бизнес-план и так далее. Вот помогите мне, покажите мне, значит, объекты недвижимости по мотелю и так далее. Конечно же, мое смущение было крайне достаточно большим. Почему? Потому что, то есть человек, как он сказал, я не хочу тратить деньги пока на адвоката и на бизнес-план, но давайте вы мне уже покажите. То есть это очень был такой интересный момент в этом плане. Что первично, курица или яйца? Да, да, да. То есть человек не хочет вкладывать деньги в то, что ему нужно, что он хочет, и он хочет переехать в эту страну, начать свой бизнес, но при этом он хочет уже начать, по сути, тратить мое время, чтобы я ему что-то искала. И я не знаю бизнес-плана. И вы не знаете, какую сумму он располагает вообще, как начнется этого. Абсолютно верно, да. То есть моя реакция была, конечно, такая, что вам, наверное, стоит все-таки начать с адвоката, уже начать бизнес-планы, я должна понимать, что конкретно вы ищете, что вам адвокат сказал, что вам подходит. Он меня не слышал. Ну, Алёна, я… Какая рекомендация таким людям? Я могу сказать, что подтверди только твою рекомендацию. На самом деле, да, все эти вещи нужно начинать. То есть, смотрите, перед тем, как тратить деньги, да, или к чему-то, мы сначала изучаем рынок, ну, в общем, нормальный, да, даже будучи… Я не знаю, мы приходим на рынок, условно говоря, купить помидоры фермерские, да. Мы же не в первом попавшиеся покупаем помидоры, да? Нет, конечно, мы обходим все ряды, интересуемся, нюхаем их, нюхаем их, смотрим, лучше пахнет, краснее, да, я не знаю, больше или меньше, там, какие-то, да. То есть, а потом смотрим ценовую категорию, я не знаю, здесь, там, 5 долларов, а здесь 12, то есть, чем они отличаются и что лучше выбрать. Точно так же и здесь, понимаете, как можно… Хорошо, он примет решение о покупке какой-то там недвижимости, участка, я не знаю, все что угодно, и что. А для чего? А подходит ли этот участок, вообще, вот эта недвижимость для той категории визы, которая ему нужна? Начнем с того, что сначала нужно определить категорию визы, которая нужна… Категория нужна человеку в данном случае. Да, к которой он подходит, не только которая нужна, да, и к которой он будет, в общем, соответствовать всем этим критериям необходимым. И к чему стремиться, и что… Да, я считаю, что, когда ко мне приходят клиенты, да, с какими-то определенными вопросами… Идеями, вопросами. Идеями, да, по бизнес-иммиграции, по инвестиционной иммиграции, я просто говорю, что у вас есть вот выход, вот этот, этот и этот вариант. Вот для этого варианта необходим следующий критерий, для этого вот этот вот… А для этого вы не подходите, к сожалению. Вот из тех вводных, которые вы мне дали, вот это вот не подходит. Понятно. Соответственно, да. А есть кто-то, кто подходит только под один критерий, да? Абсолютно верно. То есть, к чему я, в принципе, привела этот свой пример, я пытаюсь подвести к одной простой вещи. Как только мы начали вот видеосъемки с Викторией, на самом деле мы получили огромное количество запросов на консультацию с Викторией. Я хочу очень четко здесь немножечко некоторые вещи определить, и чтобы все это понимали. Консультация с адвокатом стоит денег, она стоит 150 долларов. То есть, если вы серьезно настроены на то, чтобы получить информацию, понять, в каком направлении вам двигаться, вы хотите сюда эмигрировать или не эмигрировать, потому что есть два вида визма, уже это понимаем и знаем на данный момент. Так вот, консультация человека, который потратит на вас время и ответит на ваши вопросы, возникшие, или, возможно, даже наведет вас на какую-то определенную идею, в каком направлении двигаться, и дальше вы будете это обдумывать, готовиться к этому и дальше, возможно, получать последующие консультации адвоката, это стоит денег. Адвокат учился для этого, адвокат живет этим, зарабатывает. Одновременно с этим, я как агент по недвижимости риэлтор, я все свои консультации даю бесплатно. Но это не значит, что мною тоже можно пользоваться и вот так вот прийти ко мне и сказать, а давайте вы мне начните показывать, а давайте вы мне ищите. Нет, я этого делать не буду, пока вы не придете ко мне с конкретной целью, что вы уже поговорили с адвокатом, вы начали делать, у вас есть бизнес-план, вы знаете, в каком направлении вы двигаетесь. То есть не будет такого, сейчас я ищу это, ой, извините, а завтра я решила искать совершенно другое, потому что мне адвокат потом в итоге сказал, что оказывается я на это не подхожу, я подхожу совершенно на другую визу. То есть здесь платно, здесь бесплатно, вы получаете как бы и то и другое. То есть я даю очень много времени, у меня иногда некоторые консультации по три часа идут, такое тоже бывает. А Виктория немножко по-другому, поэтому адвокаты и риэлторы мы отличаемся друг от друга в том, как мы консультируем своих людей. Но я выбираю клиента, я выбираю клиента, потому что я не буду тратить время, когда я вижу, что льется вода, человек не знает, что он хочет. Поэтому это очень важно. Пожалуйста, мы вас очень-очень просим, убедительно просим. У нас Галина стоит как первая своей грудью. Вы посылаете все вопросы к ней на ее имейл или вы звоните ей на телефон. Когда она назначает для вас консультацию с адвокатом, это уже серьезный подход, на это мы все тратим время. Никто здесь просто так не сидит, не занимается болтовнять. На самом деле очень важный момент. Это стоит денег. То есть первая консультация с адвокатом. Когда вы понимаете, что вы делаете, то, что вам говорит адвокат, тогда я вступаю в эту роль и начинаю уже вам помогать именно, что касается недвижимости, коммерческой недвижимости, бизнеса и так далее. То есть мы разграничили свои обязанности. Как я еще раз повторилась, здесь платно, здесь бесплатно. Есть у вас и то, и другое. Я не получу свои деньги до тех пор, пока я не доведу вас до конца. То есть так работает именно агент по недвижимости в США, чтобы вы это понимали. Все свои вложенные силы мои будут для начала бесплатны, чтобы вы тоже это понимали. И естественно, я выбираю своего клиента в таком случае, потому что если будет тратить мое время, я откажусь от клиента. Мы здесь взрослые люди, все взрослые мальчики и девочки. Все мы зарабатываем деньги, все мы питаемся хлебом, маслом, кто-то икрой. Вот, и поэтому, соответственно, никто не играет в песочнице просто так. Это, не знаю, какие сейчас польются комментарии по этому поводу, но мне очень важно было это сказать сейчас. Потому что, на самом деле, вот после первого, особенно видео, которое мы выпустили, посыпалось очень много вопросов и посыпалось много звонков, и все назначали консультации. В итоге, как только понимали, что это стоит денег, сразу все отходили. Мы понимаем, что это люди несерьезные, которые просто хотят. Если вы не готовы заплатить 150 долларов за консультацию, то навряд ли вы готовы переехать в эту страну и вложить 150 тысяч долларов. Да? Давайте, наверное, так рассуждать. Если вы серьезный человек, то вы поймете, что за 150 долларов вы получите достаточно большой объем информации, вы получите все ответы на свои вопросы, и, возможно, вы получите направление, в котором вам надо двигаться, и на какую визу подавать здесь. Потому что часто, посмотрев массу видео, а на YouTube этих видео очень много, я вижу очень много рекомендаций, я вижу очень много адвокатов, выступающих. Я вижу люди, которые звонят мне и начинают говорить, «Ой, я уже разговаривала с тем-то, с тем-то адвокатом, он у вас в Орландо». Я знаю здесь всех иммиграционных адвокатов, русскоязычных особенно, я знаю всех. Так вот я могу вам сказать, что есть те, которых я могу рекомендовать, и есть те, которых я не порекомендую никогда, потому что есть адвокаты, которые занимаются и иммиграционным правом. И они вас от штрафа, который вы получили за вождение, отмазывают и еще чем-то, и еще чем-то. Когда человек занимается и всем, абсолютно всем, я не верю такому адвокату. Это мое личное мнение, потому что человек не может заниматься абсолютно всеми видами права. Есть целенаправленно. Он занимается этим, он знает абсолютно все законы, он знает, что с этим делать, он знает все ходы-выходы и не занимается чем-то другим. То есть по разводам есть один адвокат, по штрафам второй, а по иммиграционному праву третий. Замечательно. Это было важно для меня сказать. Вика, есть ли какие-то рекомендации людям, которые уже понимают, что такое L1 виза? Есть ли какая-то рекомендация, с чего начать? Может быть, какой-то самый первый главный шаг? Мы понимаем, что консультация важна, но что еще им нужно сделать? Может быть, сколько лет опыта работы у них должно быть в их компании? Может быть, капитал мы изначально уже понимаем, в районе 150 тысяч желательно иметь, хотя, я так понимаю, минимума нет. Но минимума нет. Но желательно, чтобы это было 150, это показывает больше какой-то серьезность намерений этой компании. Что еще нужно знать? Какая-то такая особая рекомендация, возможно, из опыта? Ну, смотрите. Во-первых, необходимо посмотреть, насколько вы квалифицированы. По поводу опыта работы мы уже говорили. Это как минимум год с той компанией, которая будет спонсором. Да, то есть, безусловно, нам нужно будет там показать, что вы в состоянии управлять компанией, то есть, как бы, ваше резюме, да, скажем так, ваши предыдущие карьерные успехи, они будут иметь место. Необходимо проследить, скажем так, и посмотреть иерархию вашей компании, ну, материнской компании, иностранной компании, посмотреть, возможно, где-то, чтобы там внести изменения какое-то штатное расписание, да, то есть, чтобы вы квалифицировались как руководитель. Именно как руководящее свяло. Да, потому что L1B, L1B, это другая история, да, там нужно подтвердить, что вы умеете, условно, резать мясо. Да, резать мясо, да. Правильно. Если мы говорим о руководителе, это все-таки такое абстрактное несколько понимание, мы не можем потрогать это пальцами, что это делать, поэтому это такая бумажная работа, я бы сказала, да, и такая вот буквоедство, необходимо обосновать все эти вещи. Мелким почерком. Да, единственное, я могу такой лайфхак дать, да, такой… Жизненный совет. Жизненный совет, да, я пытаюсь, да, тоже найти перевод. Смотрите, если вы, как руководитель, скажем, среди ваших подчиненных, чем больше людей с высшим образованием, тем лучше, да, потому что тем самым вы показываете, что вы руководите не просто там entry-level, да, не с кем-то, не стартовыми позициями, а людьми с образованием, то есть как бы с высшим образованием. Ну, в нынешнем России, там, Украине и прочих… С образованием и с дипломами, по-моему, проблем нет. Я думаю, да, проблем нет, да, проблем нет. То есть, но я к тому, что имеет смысл тогда и у ваших работников запросить эти… Документы. Документы, да, то есть нужно будет не только… Показать, что вы действительно имеете дело с образованными людьми, с образованием, с дипломами, как минимум, закончившими колледж, университет, институт. Да, и понять еще такую вещь, нужно решить для себя, что вы хотите. Вы хотите новый офис открывать или вы хотите покупать компанию, которая уже… Да, то есть здесь есть плюсы и минусы. В новом офисе понятно, что это чистая компания, вы ее открываете, вы делаете под себя и, в общем, все такое. Минус в том, что, как я уже говорила, виза дается, сначала дается такая «испытательный срок», в кавычках, да, на один год. Дальше вам нужно будет подтвердить, что вы нормально работаете, что-то делаете. Чтобы продлить ее. Да, да. С точки… Если вы покупаете уже действующий офис, испытательного периода нет, срок нет, да. Но здесь возникает второй минус, да, вы покупаете уже действующую компанию, то есть нужно быть полностью уверенным, что вы провели скрининг такой, да, вот, полностью due diligence этой компании, посмотрев, что там потом не вылезут какие-нибудь долги или какие-то обязательства этой компании. Вот это такой ключевой момент, который вы должны как-то принять во внимание, в том числе, когда, например, работают, соответственно, вот еще какие-то компании, если уже живые-живые бизнесы, то есть почему необходимо общаться, то есть как бы самим не нужно покупать, да, и все эти вещи, почему нужно общаться именно с бизнес-брокером, да, с тобой. Именно потому, что вам нужен профессионал, который знает, куда смотреть, как проводить этот скрининг, да, то есть как это все проверить. Как проверить этот бизнес, да, проверить его доходы, насколько там есть убытки, насколько там есть прибыль. Абсолютно. Какие-то обязательства прошлые, да. Там масса нюансов, да, и это очень важно, то есть вы сами навряд ли это сделаете, потому что вы не знаете ничего об этой стране, вы не знаете, как здесь проверяются бизнесы. При прочих равных, да, условиях, конечно, действующий бизнес, который уже ведется, там особенности, если он уже с работниками, все, конечно, он предпочтительный, да, потому что показывает серьезность ваших намерений, что вот этот бизнес, он идет, и вам легче его будет развивать, но вот... Там, соответственно, наверное, другое немножко будет вложение финансовое. Ну, безусловно. Купив бизнес, готовый с работниками, с оборудованием... То есть вам не нужно, да, столы и стулья покупать, условно говоря, да, то есть какие-то... Вика, мы можем, наверное, дать какой-то небольшой список примеров, какие бизнесы, в принципе, подходят под эту визу? Ну, то, о чем я говорила, да, например, виза, когда компания, компания, занимающаяся недвижимостью... То есть недвижимость подходит? Подкрывает, да, здесь открывает, например, покупает дома и занимается... Менеджментом этих домов, под аренду... Ну, менеджментом, или просто даже, то есть как бы они делают ремонт и продают. А, окей, то есть здесь это называется flips, то есть когда вы покупаете дом с ремонтом, вы делаете этот ремонт, и вы потом его перепродаете, то есть вы его не задерживаете, там, в зависимости от определенных моментов, покупатель готов финансироваться или за наличное покупать, если финансироваться, то могут, вы должны 90 дней выдержать этот дом, ну, там есть свои нюансы. Если за наличное, то, по сути, без разницы, как только отремонтировали, готовы продавать, мы выставляем его на продажу. А также это может быть аренда. Может быть аренда. Моя тема, да. Может быть... Долгосрочная, да. Видите, да. Долгосрочная аренда, это может быть короткосрочная аренда, то есть тот тип аренды, который вы выберете, который для вас подходит, в котором вы плаваете и чувствуете себя очень хорошо. То есть, естественно, тоже это подходит. Кроме недвижимости, какие еще варианты? Я так вот начинаю из практики жизни. Туристическое агентство, да. То есть, за границей есть туристическая компания, открывает офис здесь, в Орландо. Именно тоже будучи турагентством, как там, консьерж сервисы. Консьерж сервисы. То есть, люди, которые встречают, устраивают вас и так далее. То есть, да, это очень так популярно. Делают даже какую-то экскурсию частного. Да, ну так вот, приезжайте в гости, да, и вам радушные хозяева проводят. Да. Почти как в гости, да, точно. Практически, да. Только за деньги. Да, да, бесплатно. Вот. Был клиент, который занимается производством слабоалкогольных напитков с границы. То есть, это относится к сидр, пиво. Да, да, да. То есть, как бы, они сюда экспортировали. Здесь, в Америке, открыли компанию, которая занималась дистрибуцией. То есть, находили магазины. Да, да. То есть, я к тому, что это могут быть, да, и услуги, и недвижимости, и даже вот производство. Да. О, да. Абсолютно, да, конечно. Кафе. Ресторан, что угодно. То есть, там, школа, если не страшно пройти все круги лицензионного ада и прочего. То есть, школа с какими-то уникальными видами образования, например. Или даже, например, тот же детский садик, который направлен, например, на какое-то определенное... Да, как угодно. Языковая школа. Языковая школа. В Америку приезжает много людей, которые... Которые нужно изучать английский язык, понятно. То есть, по сути, любой вид бизнеса. То есть, это может быть даже фитнес-центр. Абсолютно. Это может быть спорт индустрия. Это может быть ресторанная индустрия. Абсолютно. Для того, чтобы понять, какой этот вид бизнес, да, необходим опять, что мы возвращаемся дальше. к тому, о чем ты говорила, необходимо сначала проговорить ваши пожелания и ваши факты, для того, чтобы кто-то проанализировал специалиста, имеющийся информацию и сказал, что да, вот это хорошо, это хорошо, а это не очень. Ну, то есть всегда очень важно, возвращаемся, в принципе, к одному и тому же, что важно получить именно правильную консультацию и понять, что вы делаете, чтобы не делать лишних шагов или не тратить свое время, ну и, по сути, время стоит денег, вы будете тратить свое время и свои же деньги одновременно тоже. Ну, наверное, про L1, я не знаю, есть ли что-то добавить или, в принципе, все так? Наверное, все, я думаю, что наши зрители, они зададут вопросы. Они зададут дополнительные вопросы, потому что... Наверняка что-то мы, может быть, или упустили, или как бы неочевидные вопросы, да, для нас. Возможно, есть что-то, что для нас понятно, а у вас есть действительно вопросы, нужно уточняющие задать, мы будем, да, действительно рады задать их Виктории и ответить, в принципе, вот следующее видео, которое мы сейчас запишем, будут как раз вопросы и ответы по предыдущим видео, которые у нас уже были, и мы получили эти вопросы. Мы сейчас постараемся на них обязательно ответить. Это вот анонс видео, который мы сейчас запишем еще одно сразу подряд. Мы надеемся, что вы получили какую-то определенную информацию по L1 визе. Подытожим, есть две разновидности L1a, L1b и есть еще и B1c в плане, что с L1 можно на нее перейти. С L1a можно перейти потом на иммиграционный вид визы и EB1c. Мы будем рады вашим вопросам, вашим комментариям. Мы надеемся, что чем больше вы будете задавать вопросов, тем больше мы будем понимать, сколько информации вам нужно дать и что вам непонятно, чтобы это разъяснить, как можно больше. Ну а на сегодня, конкретно на это видео мы с вами прощаемся и будем записывать уже вопросы и ответы на предыдущие видео. До встречи! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова